Детство в нашей стране находится под защитой государства. И забота о детях и их воспитании является конституционной обязанностью семьи, государственных органов власти и общественных объединений. Собственно, об этом и напомнил собравшимся заместитель руководителя администрации города Чита по социальным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами Александр Глушенко. На сегодняшний день почти 80 тысяч подростков проживает в разных районах Читы. По предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних проводится много профилактических мероприятий. Ведется учет семей, в которых родители не исполняют обязанности по воспитанию, обучению или содержанию своих детей. Проходят рейды с участием сотрудников органов внутренних дел, социальной защиты населения, органов опеки и попечительства. Составляется план индивидуальной профилактической работы. Как было отмечено, особое внимание стоит уделять вопросам организации летнего отдыха ребят. Если раньше в загородные лагеря выезжало 5 тысяч детей, то в этом году около 4. Не всем стали доступны из-за повышенных цен занятия в спортивных секциях. Коснулся Александр Глушенко и трагических событий, которые произошли на водоемах Забайкальского края. За сутки 13 июля утонуло 4 человека, двое из которых девочки с семьей 12 лет. Всего с начала года утонуло 7 детей. Этого не должно повториться. Детей нельзя оставлять без присмотра. Среди населения необходимо проводить активную разъяснительную работу. Представители ведомств поделились своими планами по проведению мероприятий, направленных на вовлечение подростков к активной, творческой, полноценной и здоровой жизни. Галина Миртова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.